Ну что ж, всем привет. Меня зовут Анастасия Шевченко. И сегодня я расскажу о том, как мы в Винвесторе боролись за качество продукта и сделали команду еще счастливее. Тема достаточно близкая для всех, поэтому здесь наши практические кейсы. Но расскажу немного о себе. Я работаю в компании Винвестор, которая образована в 2018 году компаниями R&D Soft и банком Center Invest. Соответственно, мы это решили сделать для того, чтобы выделить в отдельное финтех направление все проекты компании. И расскажу также немного о себе. В тестировании я уже шестой год, и для меня это не просто профессия, а стиль жизни. А все потому, что любая жизненная ситуация не обходится без банков. Будь то покупка билетов в кино или на концерт, оформление документов для поездки за рубеж, а совсем недавно проходила квест по изменению фамилии. Такое себе. Удовольствие, потому что системы работают нестабильно. Соответственно, сегодня мы поговорим о том, почему не стоит молчать о проблемах, каким образом мы поняли, что пора что-то менять. А также расскажу о том, как мы внедрили у себя тестирование требований. И поделюсь кейсами о повышении знаний о вашем проекте. Соответственно, но для того, чтобы вы понимали нашу боль, расскажу о проекте. Это ESEA Finance, система облачных личных кабинетов с единой кодовой базой, где есть очень большое количество настроек, внешняя интеграция, различные взаимодействия. И, соответственно, когда появляется новая задача на разработку, нужно помнить обо всех этих интеграциях. И мы считали, что у нас проблем с этим нет, но, к сожалению, они есть. Как показывает всеми известная диаграмма, больше всего проблем при разработке ПО, конечно, в требованиях. И мы не исключение. И все изменила для нас одна задача. В 2017 году у нас появился новый модуль по работе с паевыми фондами, где основным элементом взаимодействия с клиентом является заявка. А наша текущая инфраструктура была завязана на договоры, что актуально для брокерского обслуживания и доверительного управления. У нас была аналитика, дизайн, требования. Казалось бы, все хорошо, но что же пошло не так? Когда началась разработка, у всех возникли вопросы по задачам. И менеджер не мог понять, почему эти проблемы возникли. Как вы можете заметить, оценка, которая за это 30 часов превратилась в 160. Это реальные цифры из RedMine. Ну, не очень хорошие, как вы можете судить. Но самые большие проблемы начались, конечно, на тестировании. Почему это произошло? У нас были требования, но они не соответствовали реализации. Мы сделали даже отдельный файл размером на 18 листов. Что пошло не так? Как оказалось, технически предложенное решение было сложно реализовать. И этот итог, который был сделан, никто не зафиксировал в конечных требованиях. Соответственно, на тестирование пришло старое описание. И пришлось отвлекать аналитика, разработчика для того, чтобы понять вообще, как эта функциональность должна работать. Ну, и что повлекло за собой такое огромное увеличение трудозатрат. Мы проанализировали свои другие задачи и поняли, что да, проблемы у нас есть. Если посмотреть на статистику задач и проблем, можно заметить, что три сделанных задач — это проблемы. На самом деле это баги разного уровня сложности. Иногда приходилось переделывать настолько все детально и глубоко, что не очень хорошо сказалось на этой статистике. И ответ, который напрашивается сам собой. Раз есть проблемы в требованиях, давайте их тестировать. И мы стали рассматривать два варианта. Первый вариант. Требования написаны, далее идут на согласование менеджера с заказчиком. После этого тестировщик выполняет тестирование и составляет тестовую документацию. Далее все переходит на разработку, но может возникнуть ситуация, когда все переосмыслится и круг придется проходить по новой. Другой вариант, который мы рассматривали, это привлечение разработчика в качестве консультанта на этапе составления аналитики для того, чтобы не возникло переосмысления в конце. Также мы перенесли согласование требований после ревью тестировщикам, для того, чтобы все полные и готовые требования менеджер смог согласовать. Соответственно, мы попробовали первый вариант некоторое время, но в конце решили, что второй вариант для нас оптимален. И на текущий момент наши аналитики настолько хорошо прокачались в технических навыках, что участие разработчиков требуется минимально. Когда же заканчивает тестирование требований? Первый момент. Учтены основные требования заказчика. В данном случае свое конечное слово остается за менеджера, поскольку он является последником между командой и заказчиком. Следующий момент. Есть вся необходимая для разработки информация. Здесь мы считаем, что если у разработчика возникло меньше пяти вопросов, значит все у него хорошо, вопросов нет, задачу можно делать. Следующий пункт. Команда договорилась между собой в спорных моментах. Это следствие непосредственно внедрения тестирования требований. Но четвертый пункт спасает нас от этих спорных моментов. Если команда считает, что это действительно нужно делать, можно все это вынести в отдельные задачи и сделать позже. Также куда же без дедлайнов. Если вы ограничены сроками, то нужно идти на уступки и стараться делать задачу срок. Вот так выглядел наш процесс до того, как мы внедрили тестирование требований. Задачи от аналитики шли на разработку, с разработки на тестирование, с тестирования могли вернуться на аналитику, такой бесконечный цикл задачи, где релизы были непонятно когда и как сделаны. Вы можете сами судить по схеме. Бесконечность равно релиз. Соответственно, вот так выглядит наш процесс после внедрения тестирования требований. У нас есть также тестирование от аналитики, переходит на ревью КИА, также привлекается менеджер. Далее задача идет на разработку, где потом происходит тестирование. Спринты фиксированы, требования прозрачные, релизы у нас либо недельные, либо двухнедельные, все всегда оговорено заранее. Что же по цифрам в 2020 году? На слайде можно заметить, что количество задач не изменилось, но мы стали делать намного больше сложных задач, и проблем также стало меньше. Соответственно, можно сделать вывод, что статистика улучшилась. И если посмотреть на нее в процентном соотношении, то особенно радует сентябрь. 36% против 13%. Лучше? Лучше. Но мы не ограничились просто внедрением тестирования требований. Мы решили, что очень круто будет, если команда узнает свой продукт лучше прежнего. И заодно решили, мы так считаем, проблему обучения новых участников команды. Первый кейс. Новая предметная область, нет понимания, почему реализованы те или иные процессы, как следствие пропадает интерес к изучению, хочется уже делать задачи, но кажется, что это будет бесполезно. Варианты решения. Это предварительная подготовка материалов по предметной области в разных форматах. Это могут быть как книги, так и интересные статьи. И у нас область финтех, соответственно, с этим намного проще. Но я уверена, что по любой другой предметной области эту информацию также можно собрать. Соответственно, мы также позволяем проходить курсы по предметной области, как платные, так и бесплатные. И у нас также внедрен такой момент, как презентация от экспертов по предметной области с какими-то практическими кейсами и с возможностью получить и дать обратную связь не только во время проведения этих презентаций, но и в повседневной рабочей жизни. Следующий кейс. Новый кейс в команде. Проект знает поверхностно. Очень много информации. При изучении требований не видит проблем, которые могут возникнуть. Это также касается и тестирования. Варианты решения. Это составление документов со страницами, разделами, настройками, где можно зафиксировать всю ту информацию, которая может пригодиться. У нас это именно расписаны все настройки, все адреса системы, и мы им пользуемся при тестировании требований. Следующий кейс – это схема проекта с переходами. У нас это схема в мира, где просто сканчеты из всех возможных страниц со стрелочками, и не обязательно таким образом смотреть сам продукт, всегда можно пойти к этой схеме. Но это все, конечно, нужно актуализировать. Следующий момент – это чек-листы по основным процессам. Здесь скорее какие-то бизнес-процессы следует учитывать для того, чтобы более как-то не глубоко погружаться, а просто поверхность и понимать, как работает та… Хорошо. Соответственно, если у вас есть наставник, который расскажет о тонкостях проекта, очень круто. Вы, соответственно, можете с ним поговорить, узнать что-то новое и интересное. Это касается также не только тех, кто только пришел в команду, но и в целом, почему бы не поговорить о проекте и узнать что-то новое. И момент, который мы используем у себя, это перепроверка старых сложных задач, касается больше внедрения новых тестировщиков, для того, чтобы понять, как устроены те или иные процессы более детально. Это не принесет особой пользы для тестирования, но поможет новому человеку узнать что-то более детально. Соответственно, и стандартный вариант – это изучение проекта по логическим блокам, например, по ролям или по модулям. И также мы у себя используем составление теста по проекту, когда новый участник его проходит по истечению какого-то времени. Не обязательно тест делать непосредственно по проекту, можно также туда включить знания ваших процессов. Следующий кейс. Разработчик или тестировщик знает только свои задачи, но не может помочь компетентно составить требования. Также это касается разработки в случае, если требуется затронуть функционал, который давно сделан и работает. Варианты решения, которые мы внедрили у себя. Это проведение демонстрационных показов в команде с изменением человека, который эту самую демонстрацию и проводит. За основу берутся последние несколько релизов. Мы такие показы проводим раз в месяц для того, чтобы хотя бы накопилось определенное количество задач. Также следующий вариант – это подготовка сценариев по ролям проекта и распределение их между участниками команды. Это такая игра в проект, где можно также узнать более детально о взаимосвязи между элементами. Один из участников команды становится менеджером, другие – клиентом, и мы пытаемся решить свои проблемы стандартным или нестандартным способом. Также можно использовать, у нас есть такая возможность, у нас 25 клиентов, это зарегистрироваться на боевом личном кабинете и посмотреть, как менеджеры работают с этим проектом. Мы такое делали два раза, и как оказалось, не умеют они пользоваться нашим проектом. Следующий момент. Заказчик просит ускорить согласование требований, но задача застряла у тестировщиков на ревью, поскольку нужна какая-то дополнительная информация. Варианты решения. Давно ли вы общались с вашим заказчиком? Если есть такая возможность, пообщайтесь. Это позволит понять, как они мыслят, и, возможно, на тестировании требований возникнет еще больше вопросов, но таким образом заказчика их будет меньше. Следующий момент – это подготовка требований в том формате, который есть, но с пометками в тех местах, где есть какие-то спорные моменты. Обязательно, если это позволяет вам идея, рассказывайте, от кого эти замечания возникают, от разработчика, от тестировщика, возможно, дизайнер что-то недопонял. Таким образом заказчик поймет, из-за чего возникли сложности. Но что же почитать? Здесь представлена литература, которая помогла нам по-другому взглянуть на тестирование требований и внедрить этот процесс у себя. Самая популярная книга, как ни странно, это Святослав Куликов. Здесь во второй главе очень хорошо рассказывается с примерами, с проблемами и ошибками про тестирование требований. Но куда же без Сэма Канера, где также есть глава, посвященная данному этапу, и Роберт Калберсон с быстрым тестированием, в нем также есть целая глава, посвященная тестированию требований. Две последние книги есть на английском языке. Что же хочется сказать вам в конце? Проблемы с тестированием могут быть не связаны с ним напрямую. Об этом стоит помнить. Всегда есть место для творчества при изменении процессов, поэтому если хочется что-то поменять, ходите к этому процессу творчески. И знание проекта – это залог хорошей командной работы, потому как чем лучше знаете проект, тем качественнее вы сможете его тестировать. Ведь обеспечение качества – это отличный повод сделать ваш процесс лучше и стабильнее. Стабильнее. Спасибо. Вопросы? Добрый день. Спасибо за доклад. У меня на самом деле два вопроса. Первый. Вот у вас был слайд про процессы релиза. И у меня такой вопрос. Вот как раз ревью QA и PM. Вот вы проводите ли на этой стадии написание тест-кейсов или чек-листов? Да. Мы пробовали на этом этапе внедрить написание чек-листов, но, соответственно, этот этап долго не прожил, потому что у нас требования формализованы таким образом, что по ним можно сразу на этапе уже непосредственно тестирования писать тест-кейсы, поскольку ревью таким образом может быть затянуто и не всегда это целесообразно делать. У нас просто тестирование происходит… Тут нарисовано, что оно как бы разработка тестирования одновременно, у нас… Не одновременно, у нас это ведется параллельно через GitLab. Соответственно, мы на этапе тестирования непосредственно уже при разработке пишем тестовую документацию. То есть в момент этапа разработки вы уже пишете те чек-листы? Да. Раньше делали на этапе ревью, но это повлекло затяжные сроки. Заказчикам это не понравилось. Спасибо. И второй вопрос. Как вы боретесь с тем, что анализы, ну требования меняются и вот очень часто потом требования устаревают и потом приходят новые тестировщики, и они понимают, что полные несоответствия даже при регрессии? Мы актуализируем требования, ранее написанные, в случае, если меняются какие-то бизнес-процессы. У нас есть такие правила в команде, даже если мы вот разрабатываем новую задачу, что-то поменялось на моменте разработки, мы сразу фиксируем для того, чтобы документация всегда была в актуальном состоянии. А это делают тоже аналитики? Это аналитики, да, но мы делаем комментарии. Если мы какие-то там исправления небольшие делаем, то могут сами тестировщики этим заниматься. Но чаще всего это делают, естественно, аналитики. Этот процесс у нас согласован, все нормально. Спасибо большое. Здравствуйте. Хотела задать вопрос, так как аналитики почти всегда знают потребности проекта, а не требования, и на основе потребности составляют требования, а у QA специалистов нет прямого выхода на заказчика. Как в таком случае QA с этим разрывовым знанием справляется, и как он может качественно протестировать ТЗ в таком случае? Ну, насчет разрыва, у нас такого разрыва, к счастью, нет. Но если есть, я уже писала о том, что отправляйте требования в том формате, который есть. И заказчик, чтобы просто понимал, что вот некосредственно у QA есть вопрос, и этот ответ, ну, у нас просто менеджеры доносят всю информацию до тестировщиков. Это может быть не зафиксировано в итоговых требованиях, но у нас всегда есть общая картина того вообще, что происходит. У нас есть бэклог, тот, который мы также разгребаем на тему, и то, что будем мы делать это или не будем. Ну, соответственно, у нас нет такой проблемы, поскольку у нас есть такое посредственное между менеджером и заказчиком общение. Спасибо за доклад. У меня еще есть вопрос. Соответственно, как вы поступаете в тех случаях, когда у продукт-оунера либо у заказчика есть свое видение на требования, и ваше их понимание и интерпретация в конечное ТЗ отличается от их ожиданий? Ну, в данном случае мы… Ну, здесь уже идет больше работа менеджера с заказчиком, иногда подключаются разработчики на общение с заказчиком для того, чтобы понять, почему хочется сделать так, и, соответственно, здесь даже больше, наверное, мы каким-то своим опытом и знаниями пытаемся продавить заказчика, но если это не получается, то ищем компромиссы. А за продавливание заказчика какой-то отдельный человек, специально обученный, либо всей командой? Общение происходит продукт-менеджера, project-менеджеры и разработчики иногда подключаются. Например, если заказчик хочет какую-то дичь, то разработчик техническим языком объясняет, почему это не может быть сделано. Но если может, то также находит какое-то среднее компромиссное решение. Ясно. Спасибо. Правда, как правило, бизнес технический язык не очень понимает. У наших заказчиков есть технические специалисты, которые также могут участвовать на этих созвонах. Анастасия, спасибо за доклад. Очень интересно. Хотелось бы уточнить, опять же, та же схема, где идет флоу тестирования. Получается, что Куа подключается на этапе аналитики, review и на этапе тестирования. Может ли такое получиться в таком флоу, что у Куа возникает оверхед? Что возникает? Ну, оверхед, то есть у него… У нас есть разделение между командой тестировщиков. Кто-то привлекается для разработки и тестирования требований, кто-то больше именно в автоматизацию и в тестирование ручное. У нас нет такого, что один и тот же человек и тестирует требования, и пишет автотесты, и проверяет продукт. У нас есть такая некоторая градация, но чаще всего это где-то 50 на 50. То есть перегрузки нет, потому что все это делится в разумных пределах. Окей, спасибо за ответ. Спасибо за доклад. Такой вопрос. На этапе внедрения тестирования требований сталкивались ли вы с какой-то критикой внутри команды? То есть если все хорошо, зачем нам нужно еще дополнительный шаг такой внедрять? К счастью, нет, с таким мы не сталкивались, потому что разработчики скорее больше получали негатива на этапе тестирования, потому что мы задавали много непонятных вопросов, которые казались логичными, когда именно мы их задавали. Соответственно, разработчики у нас столько рады были этому внедрению. Некоторое время аналитики возмущались на тему того, зачем вообще это нужно. Но когда этот процесс, соответственно, побыл у нас полгода, моя коллега на анализ ДЭС рассказывала о том, как мы это ревью внедряли, можете посмотреть. Соответственно, там есть примеры в живых цифрах на том, насколько сильно уменьшились сроки. Соответственно, весь негатив, который был, он на самом деле окупился уменьшением туда затрат. Добрый день, спасибо большое за доклад. Хотела бы узнать ваше мнение или, возможно, сталкивались с такой ситуацией на опыте, когда имеется в компании дефицит ресурсов тестировщиков, проекты идут нон-стопом, доработки идут нон-стопом, и в такой ситуации тестировщик не участвует в процессе, в принципе, приемки документации, согласования. Он получает готовые требования, готовые спецификации уже по факту. И в такой ситуации тоже у него есть необходимость тестировать эти самые требования. Но он их вот видит, у них точно так же есть дедлайны, точно так же есть сжатые сроки. И вот как в таких ситуациях вы обходили эти моменты или, ну, если не сталкивались, то что думаете? Ну, в этом случае я считаю, что нужно, возможно, обратиться к руководству, донести, что вот если мы сделаем так, как написано сейчас, готовьтесь к ошибкам, которые могут возникнуть у пользователей на проде. Если вы с этим готовы мириться, соответственно, делайте, как считаете нужным. Но если есть возможность как-то повлиять, возможно, со стороны руководства, возможно, аргументировав какую-то статистику, собрав там количество возвратов именно уже на тестировании самом, то как бы ищите аргументы, видеть цифр возвратов, возможно, просто найдите какие-то кейсы из примеров других компаний. И эта информация также есть, там, на хабре можно найти, как это все внедрялось. И доклады тоже много чего на эту тему рассказывали. То есть попытайтесь какие-то аргументы найти. Ну, мы с такими не сталкивались, потому что у нас изначально был сетап проект. Мы делали все сами для себя, но, соответственно, проект развивался, появлялись заказчики, которые, соответственно, нам уже давали какие-то ограничения по срокам. Спасибо. Так, и последний вопрос. Кто-то хочет? Спасибо за доклад. Меня зовут Роман. Тут для лучшего понимания вы можете масштаб команды разработки описать? То есть сколько аналитиков, менеджеров? Поняла. На этапе внедрения тестирования требований у нас был аналитик один, два, полтора, наверное, даже тестировщика, потому что один был студентом, обучался, три фулл-стэк разработчика и один проект менеджер. Дизайнера у нас тогда даже и не было. Соответственно, сейчас у нас три тестировщика, четыре фулл-стэк разработчика, один дизайнер, один также бизнес-аналитик. Ну и, соответственно, как бы задачи из-за этого и стали более сложными, потому что команда увеличилась. Спасибо. Так, насчет вопросов. Мне вот девушка, у которой проблемы с тем, что не знает, что делать, если нельзя тестировать, которую предпоследняя задавала, я ей хочу дать. Спасибо. Так, где она? Вот она. Извините. Спасибо.